Всем привет! Вы на канале Покашеварим, это рубрика жертвы маркетинга. Сегодня Жульен. Жульен под брендом Российская Корона. Здесь две порции, стоят 165, по-моему, рублей в перекрестке. Две порции по 125 граммов, вместе 250. Бренд Российская Корона. Здесь на упаковке куча всяких медалей, но это не заслуги, это не какие-то выигранные номинации. Это всего лишь подделка под это. На одной медальке написано, что тут две порции. На второй медальке написано 4 минуты. И на третьей медальке собственное охлажденное сырье. Охлажденное сырье, которое превращается в Жульен и потом замораживается. Нормально, в принципе, нормально. Производит эта компания, с которой мы уже знакомы в рамках этой рубрики. Это ООО продукты питания комбинат. Вот такая странная расстановка слов в этом названии. В Калининградской области. Вот, калининградцам привет. У вас там вот это все готовят под разными брендами. Ароматизаторы, то есть тут не то, что они даже постеснялись написать ароматизаторы чего. Мне даже страшно представить, что они тут ароматизируют. Ну, очевидно, грибов, очевидно, куриный, очевидно, какой-нибудь ароматизатор сыра. И ароматизатор Жульен, скорее всего, я не знаю. Во множественном числе. Круто. Загуститель Е14-42 это модифицированный крахмальчик. Разрешенная ешечка на нашей территории, равно как и на территории многих других стран, ничего особенного, но замедляет пищеварение. Образуется вздутие и всякие такие последствия могут быть, если съесть много такого Жульена. Вот, в принципе, везде, где есть ешечки, если разумно, то это норм. Я не демонизирую всякие добавки, имейте в виду. Глутаматушка. Глутаматушка натрия, друзья мои. Все знают, что к глутамату натрия я отношусь положительно. Я не медик, я не специалист, я очень слабо разбираюсь вообще в этих добавках, я вообще к химии отношения не имею. Но, тем не менее, глутамат натрия используют где-нибудь там в китайской кухне, живут до 100 лет и все у них окей в целом. Поэтому я против того, чтобы вот как по телеку постоянно хайд, вот там пальмовое масло, глутамат натрия. Добавка и добавка усиливает вкус, раздражает рецепторы. Ее смысл в том, не чтобы вам где-то там что-то печень разъесть. Нет, не в этом смысл. Вот эта добавочка, она такая вот как соль, ее купить можно даже. Она раздражает рецепторы и ты вкусы чувствуешь больше. Она не усиливает вкус блюда, она усиливает твое восприятие этого блюда. Так же, как и соль. Соль, он раздражитель и ты чувствуешь блюдо вкуснее. Короче говоря, вот такие дела. Но составчик, так в целом, конечно, надо признать, очень далек от домашнего. Очень далек от домашнего. Это мы еще не читали состав плавленого какого-то сыра и какого-то еще полутвердого сыра. Туда лучше вообще не лезть. Ладненько, давай. Как ее вообще готовить? Готовить, вскрыть, полностью снять защитную пленку и разогреть полторы-две минуты. Если мы греем две порции, то три-четыре минуты. Давай посмотрим. Ага, вот в таком формате у нас, значит, жульенчики. В формате двух холодных плошечек. Вот это надо снять полностью. Снимается, вопросов нет. Я надеюсь, это часть блюда. Немножко странно выглядит в замороженном виде, да, то есть грибы где-то отдельно. Это, видимо, куриное мясо, хотя это больше на какого-то молотую семгу похоже. Ну и там белый какой-то соус. Ладно, три-четыре минуты, две ложечки и разогреем. Консистенция вот этого соуса... Фу, блядь, я не знаю, я не знаю, как описать, но... Точнее, я знаю, как описать, я не знаю, как описать, чтобы мне 18 плюс не поставили. Фу, просто выглядит это отвратно. Выглядит это так, как не должно выглядеть в жульене. Вот. Ну ладно, тем не менее, здесь есть грибы. Они отдельно лежат, кстати. Это плюс. Можно хотя бы убрать вот этот соус нафиг, да, и поесть грибочков. Сверху вот это вот подобие сыра какого-то. Это, пожалуй, одна из самых отвратительных вещей, которые я видел вообще в ближайшее время. Это неаппетитно выглядит. Очень неаппетитно выглядит. Это самая отстойная дрянь, которую я ел в ближайшее время. Это называть едой нельзя, ребят. Ладно. Все, выставляем оценки и забываем про это, как про страшный сон. И в конце еще маленькую рубричку хочу для этой рубрики внедрить, короче. Рубрика для рубрики. В рубрике «Жертвы маркетинга» мы оцениваем продукты по трем критериям. Вкус, натуральность и цена. Натуральность я оставлю. Двойку. Цена 165 рублей за 2 жульена. Поставим 3, потому что 50 рублей за 100 граммов якобы жульена. Окей, 3 балла поставим. Ну и вкус. Единица. Нуля нет у меня, поэтому единица – самый минимальный балл, который я могу поставить. Это абсолютно отвратительно. А вот рубрика, которую я хочу внедрить, я серьезно, я залез, просто почитал в интернете, что пишут люди. Люди, что с вами не так? Есть сайты, где люди свои отзывы про продукты пишут. Ну, например, отзовик. Да, рейтинг. 3,8 рейтинг. Ты посмотри, всего 12 отзывов. Правда, надо свой добавить. Так. 4 звезды поставила Алуни. Или поставила Алуни. Состав для тех, кто его досконально изучает. Не знаю, что это значит. У меня всегда в морозилке несколько видов замороженных продуктов, которые можно быстро приготовить. Не по-домашнему, конечно, но вполне съедобно. Нет, дорогая Анна Перс, не по-домашнему. И просто как-то не по-человечьей такой продукт продавать. Идеальный вариант, конечно, обедать дома. Но в современном бешеном ритме жить такой роскоши могут себе позволить единиц. Да нет, почему? Ну, вы покупайте. Недавно в обзоре был какой-нибудь там плов из вкусвилла с лагманом. Там абсолютно натуральный состав. Да и в куче заморозки есть натуральные составы. И по вкусу это более-менее нормально. Ладно. О, даже 5 звезд. Туристка Эл. Часто покупаем его. Быстро и вкусно. Недостатков нет. Когда приезжаешь из какой-нибудь поездки... Ребят, ну серьезно. Блин, когда приезжаешь из поездки, ты возьми, закажи какую-нибудь себе доставку и покушай. Но не вот это вот. Ну, серьезно. Так. Готовое блюдо. Много грибов и мяса. Вкус, аромат. Нежно и вкусно. Кристина, 3 пятерки. Вкус, аромат, много мяса. И готовое блюдо. Вот единственное, верный тезис, это готовое блюдо. Ты что? Полуфабрикат все же. Очень люблю блюдо под названием жульен. И именно такой вариант с курицей и грибами. Если ты любишь блюдо под названием жульен с курицей и грибами, то тебе вот это нечто не может понравиться. Давай еще посмотрим. Было лучше. А, окей, ладно, пропускаем. Когда-то было лучше, видать. То есть, даже такое бывает. Четыре звезды. Достоинства. Удобство, недостатки, вкус. Спасибо пользователю с именем TopiSv. Вот это адекватно. Да, вкус отстой. Кастан18 пишет, что приятный вкус и дизайн. Без акции дороговато. По просьбе сына студента часто стараюсь отслеживать акции. Блин. Товарищ студент, беги серьезно. Чувак, лучше шавуху у метро кушай. Не надо вот это все. Очень вкусно. Вкусно, но попался пластик синего цвета в жульене. О, как бывает. О, мерзкая блевотина. Аноним 1827807. Можно врагов взбодрить, если закину эту заразу им через забор. Красавчик, чувак. Лайк тебе. Выкинуты деньги, неприятные ощущения от мерзкого запаха и вида этой дряни. Реально. Короче, очень интересно. Я буду периодически вот это вот читать отзывы о товарах, на которые мы делаем обзоры. Ну, слушай, ну, очевидно, тут некоторые из отзывов, они, скорее всего, проплачены. Либо просто действительно людям настолько все равно, что есть, что они вот это готовы называть жульеном. И даже любители грибных жульенов получают вот от этой вот фигни вот какое-то удовольствие. Говорят, я все, мне больше сказать нечего. Вот эту дрянь никогда не покупайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова